Украсить цветами аллею трудовой славы к майским праздникам. Такая задача стоит у работников спецарем стройзеленхоза. Территорию готовят не только ко дню победы, но и к закладке первого камня стелы «Город трудовой доблести». Чтобы создать красивые узоры, специалисты размечают лентами место высадки. Для каждого цветника разрабатывают дизайн-проект. Только на одну клумбу, а их здесь шесть, уходят больше двух с половиной тысячи корней разных растений. Чтобы справиться с таким объемом, действует целая бригада. Помогает и Олег Леонтьев. Для него это первая высадка цветов, но уже отмечает. Эта работа приносит особое удовлетворение. Конечно, помогаем городу улучшать свое состояние внешнее. И вообще очень приятно на свежем воздухе. И красота такая. Всего к высадке в этом году в питомниках и теплицах спецарем стройзеленхоза подготовили более полутора миллионов растений. Это только однолетние цветы, которые переедут в клумбы до 10 июля. Все они украсят городские улицы, парки, скверы и набережную. В основном это уже привычные однолетние цветы. Тагетисы, петуньи, цинерарии и герань. А еще к майским праздникам взойдут тюльпаны, которые были посажены осенью. Все сорта, которые высаживаются, они адаптированы к городским условиям, поскольку есть ряд требований. Это и к микроклимату, и к составу почвы, и к чистоте полива. Поэтому те цветы, которые, как правило, находятся в наших клумбах, они уже используются ежегодно и хорошо адаптированы. Но тем не менее, горожане увидят на улицах и новые сорта. Герани, петуньи и кан. Жители уже начали замечать, как город расцветает. Цветы в Самаре будут украшать не только землю. В городе установят и более тысячи вертикальных вазонов и кашпо на центральных улицах по туристическим маршрутам. Также столицу региона украсят ландшафтные скульптуры. Их будет 79. В этом году к уже привычным добавят и новые. На космическую тематику и посвященные Дню Великой Победы. Их установят в знаковых местах. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok